Всем не баг, не лаг, зрители и подписчики канала Дроша, с вами Жека. Ребята, мы дождались, вы не представляете, насколько я счастлив, что наконец-то нам дали реворк Вебера. Теперь я, наверное, могу понять тех людей, когда им давали реворк их любимых персонажей, и они очень сильно радовались, потому что никакой из реворков меня реально не радовал настолько, сколько вот этот. И не важно, что ему хорошо, что-то добавили или плохо, главное ему добавили лор, и вообще взялись за Вебера, это замечательно. Но давайте всё по порядку. В первую очередь, когда вы зайдёте в игру, вам ничего не дадут. Ну, в плане никакой халявы. Вот, да, ничего не дадут. Это грустно, но, как говорится, заработайте её сами. Сразу же хочу обратить ваше внимание на нижний, правый угол экрана. Там показывается, что это появился новый Twitch Drops, и на данный момент это парус с головой акулы. Прикольно, приятно, но я не так уж часто пользуюсь парусами. Поэтому для меня данный Twitch Drops немножко, как говорится, стороной. Не, безусловно, я его выбью. Но он для меня постольку поскольку. Что самое важное, это у нас, конечно же, обновился Вебер. И это просто замечательно. Если вы ещё не видели короткометражку, то обязательно посмотрите на моём канале. Я эту короткометражку даже русифицировал в стихотворной форме. Это не так уж и просто, как может показаться. Поэтому бегом смотрите, ставьте лайки. Конечно же, хотелось бы обратить ещё ваше внимание на то, что очень странная и подозрительная тень у Вебера в менюшке. Вы это замечаете, да? Те, кто видел короткометражку, конечно же, уже понимают, о чём речь. Но об этом всё мы с вами поговорим, когда будем разбирать короткометражку. А это будет уже только следующим роликом. На данном ролике мы затронем чисто реворд. Что же нам на блюдечке принесли? Давайте посмотрим. Во-первых, в этом коллекшн, конечно же, у нас появился новый скин на Вебера. Вот так вот выглядит новый скин. Он называется Фермерский паук. Прикольно, круто, интересно. Единственное, мне не нравятся немножко лапки, но такое ощущение, что они должны быть, но их нету. Вот это странно, что их вообще нету. То есть, видишь, мы можем другие какие-нибудь нацепить из других наборов, но конкретно этого нету. Но так, в принципе, реально выглядит очень интересно и забавно. Мне нравится, если честно. Но, как ни крути, мне нравится больше данный белый паук. Я не расист, просто я люблю вот эту белую тевтельку. Что поменяли в магазине? В принципе, ничего. Вы тут все еще можете купить себе набор из пяти. Если у вас вдруг нету, да. Допустим, у меня вроде бы нет вот этого паука. Ну, соответственно, этого еще нету, да. И также вы можете еще и новые наборчики купить. Тут у нас идет портфельчик. Очень крутой, мне очень нравится. А, конечно же, мотыга. И поливалочка. Прикольно. Круто. Стоит всего сто рублей. В принципе, не такая большая цена за такие красивые скины. Ну, а что же у нас в игре? Давайте посмотрим. Слушайте своих родителей и дети. И не пропускайте их предупреждения мимо ушей. Ведь за баловство рано или поздно придется расплачиваться. Этот миленький Вебер на самом деле в игре теперь стал намного полезней. У него появилась своя собственная вкладка. Называется Spider Care. Если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться, вы меня поправите, конечно же, в комментариях. То это паучья забота. Можно, наверное, примерно так перевести. Изначально у Вебера есть в инвентаре некий свисток. Как ты видишь. И у него анимация появилась, да. У него есть свисток. Вот так он выглядит. Это просто паучья. Да, ты можешь отойти. Мне неинтересны твои вот цирки. Иди отсюда. Шел вон. Итак, у нас есть вот этот свисток. Конечно же, он сделан как будто бы с паучьими лапками. Как я уже и рассказывал, данный свисток делает несколько вещей. Он, грубо говоря, контролирует пауков. С помощью этого свистка вы сможете вбутить пауков, если они заснули днем. И вызывать пауков из кокона. А также, уже прирученных пауков он приводит в, грубо говоря, боевой режим. А также, прирученных пауков он приводит в боевой режим. Кстати, вы заметили, как миленько теперь пауки улыбаются? Это значит, что они прирученные. Ой, милота. Даже немножко крипово отстаньте от меня. Теперь Вебер также сможет крафтить шипящую коробку. Ну, грубо говоря, у нас это, скорее всего, называлось бы какая-нибудь тарахтелка. Ее чаще всего используют на каких-нибудь футбольных матчах, чтобы создавать шум. Что она делает? Она, грубо говоря, отпугивает пауков. В прямом и переносном смысле. Прирученных пауков она заставит от вас отстать. А если внезапно какого-нибудь дружелюбного вам персонажа, не Вебер, атакуют пауки, вы также с помощью этой коробки можете их отогнать от своего друга. У нас появился набор для украшения кока-нафты. Посмотри, какая красота декоративная. Уйди, посмотри. Прямо подмечается, что, знаешь, выбор ребенок. Вот это вот просто идеально здесь подмечается. Выбор маленький ребенок, который вот эти вот наклеечки всякие, палка торчит какая-то. Ну, в детстве, господи. В детстве все, не знаю, как вы, но, допустим, я постоянно бегал по улице. Тогда не было особо компьютеров. Мы бегали по улице с палкой. Просто палка, это такой универсальный был предмет. Это тебе и автомат. Это тебе и трость. Это тебе и способ, чтобы двинуть своего друга по голове. Столько было веселья. И, кстати, данные коконы, после того, как вы их украсили, пауки в них стали, скажем так, более дружелюбные в определенном радиусе. На вас не будут нападать пауки, если вы стоите рядом с этим коконом. Но, если паук отходит подальше от конкретно этого кокона, он, так сказать, немножко раздруживается и готов уже атаковать вас. В принципе, вы можете наблюдать анимацию на самом пауке. Если у него нет улыбки, значит он злой. Если она у него есть, значит он добрый. Все просто. У вебера в крафтах появилась исцеляющая жижа. Она лечит только пауков, но лечит по площади. Теперь вы просто-напросто можете похилить любого паука. У вебера появились мутационные каракули. В общем, с помощью этих каракуль он теперь может создавать этих новых пауков. Все виды. И даже один новый. Можно создать военного паука. Можно создать белого паука. Можно создать пещерного. Другого пещерного. Лунного. И даже нового хилищего. Который будет так же примерно хилить, как и ваша новая мазь для хилки. Но что за мое доповое? Это вы теперь у паука можете раздавать головные уборы. Ты посмотри, какая милота. Это просто восхитительно. Также теперь все виды пауков вы можете собирать себе в инвентаре. С помощью ловушек, к примеру. Ой, ты такой миленький. Как я уже и говорил, изначально играя за выбора, вы теперь не будете просто так атаковать пауков. Вам нужно будет это делать теперь только через Ctrl-F, если захотите. Ну и кстати, сама королева пауков тоже будет призывать хилищих пауков. Но что странно, я заметил, я об этом нигде не видел надписи, что улучшенный вами кокон не растет. Почему-то. Может это баг, но походу он у меня вообще не хочет расти. Ну а так вы можете уменьшить кокон. И это просто шикарно. Мало того, теперь Вебер бегает быстрее еще и по паутине, в отличие от обычной поверхности. Короче, одни только плюсы. Минусов вообще не заметил. Вот так вот, смотря на реворк Вебера. Если честно, его прям реально сильно бафнули. У него никак не было практически ни одного минуса, кроме свиней. Так и в принципе не осталось ни одного минуса. Это странное решение. Я его, конечно же, одобряю, потому что я Вебер-мейнер. Но если быть честным, то это странный сильный баф для Вебера. Он, конечно же, более играбельный, нежели был раньше. И, конечно же, в нем есть огромная теперь польза. Но как-то много бафов. Ну а что же нам стоит ожидать дальше от клей? И вот что они пишут. Наша команда продолжает активно работать над контентом и исправлением ошибок, прежде чем перейти к новой серии обновлений. Один из наших дизайнеров описал следующее обновление, как паре мест в океане появится новый биом. Можно сказать, он вызовет у вас дрожь. Там есть водяные пауки. Так, у меня есть сразу несколько вопросов. А водяные пауки добавятся в Эбру в крафт? Если да, вопросов нет. И еще один. Там как бы говорилось про некую дрожь. Это отсылка на меня? Конечно же нет, я шичу. В том, что, скорее всего, это как-то будет связано с сейсмической активностью. То есть, будет какой-то остров, на котором будут происходить какие-то толчки. Соответственно, из-за этих толчков, что будет происходить? Ну, конечно же. Будут идти волны от этого острова. И подплыть мне будут наверняка не то, чтобы прям сильно легко. Поэтому там, скорее всего, будет некий босс, а-ля Муральва, или, допустим, вулкана в Шепректе, да? Который надо будет задабривать, чтобы он не делал эту сейсмическую активность. Эти волны. Ну, а так, по сути, мне кажется, я о всем рассказал. Если я что-то упустил, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был я, Жека Дрожа, вот этот милейший просто паучок. И мы с вами смотрели на реворк вебера. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До скорого. И не голодайте. И чуть не забыл, халява, 700 клейкоинов. Не забудьте забрать по ссылке в описании. Теперь вы просто-напросто можете похилить ею любого паука. Теперь вы просто-напросто можете... Теперь вы просто-напросто... ДА- М-м-м-м-м-м-м-м-м.